Всем привет! Сегодня у нас новый венок. Этот венок будет необычный. Я решила проэкспериментировать. Он будет светиться. Итак, для начала мы... Как основу делать? Я вам показывала в одном из моих видео, из самых первых. Ссылочка в конце будет. Дальше. На это не будем тратить время. Привязываем ленту. Цвет у нас будет венка больше золотого и красного, так как год собаки сейчас будет год собаки огненной золотой, желтой. Поэтому приоритетные цвета на новый год это желтый, золотой, красный. Вот такие, более такие. Далее. Клеим мишуру. Вот у нас золотая мишура. Я вам в предыдущем видео показывала, где это можно купить очень недорого. Поэтому можете посмотреть. Вот что у нас получилось. Вот такая золотая новогодняя подвеска. Другим словом, новогодний венок. Дальше. Начинаем украшать. Для этого нам понадобятся елочные шары. Вот они всякие разные. Добавим еще немножко серебра. И склеиваем точно так же на горячий клей. Вот такие два колокольчика я хочу сделать вместе. И к ним еще взять вот такую ленту. Отрезать вот столько примерно. И такой бантик сворачиваем. И вместе вот сюда приедем к этим колокольчикам. Вот так приклеили. Теперь берем обычные наши шарики. Вот эту отдираем. Нам не нужна эта штучка. И клеим в шарик сам. Стараемся клеить к основанию. Если это получается. Если не получается, то тогда ближе. Насколько это возможно. Еще берем шишки. Вот допустим у нас шишечка. Точно так же на горячий клей клеим ее. К нашему веночку. Так, добавляем наш цветочек. Вот снизу мы его добавим. Он у нас на прищепке. Поэтому мы его просто на прищепку. Можно еще подклеить его. Так, вот что у нас получилось. Такой мерцающий венок. Теперь нам нужно закрепить нашу гирлянду. Вот такой у нас получился венок. Теперь я вам покажу, как он у нас еще может смотреться. Вот так он светится. Выключить сейчас свет. Вот так вот он смотрится у нас. Когда светится. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому что-то непонятно, пишите в комментарии. Всем отвечу. Всем спасибо за просмотр. До свидания.